В Киеве значительно похолодало и неожиданно на сегодняшний день падает снег. Март почти уже закончился, но зима не хочет отступать. Да, погода такая, совсем не весенняя, но что касается фронта украинского, там становится все горячее и горячее. Мы видим, что Бахмут на сегодняшний день уже большей частью своей оккупирован российскими захватчиками. И, конечно, смотря, допустим, на карты, как это все выглядит, как это все происходит, будучи даже не военным, ты понимаешь, что враг силен. И кто бы там ни говорил бы, что Россия не имеет мощи, я считаю, что это неправильно. Мы должны просто понимать, что Россия – это мощное государство с мощной армией, и нельзя просто недооценивать это все. Когда ты общаешься с простыми людьми, теми, которыми воюют, и я, будучи сейчас в Украине, я многими общаюсь. Только что у меня закончился разговор с одним замечательным парнем, который в мирное время был просто человек, занимался мирной работой, а сейчас он воюет, да, он был в Бахмуте, да, сейчас он на сегодняшний день просто в небольшом отпуске, и он говорит, что очень тяжело. Очень тяжело, потому что только украинская такая, украинский дух помогает выстоять. И кто там говорят, что мы воюем с НАТО, ну, россияне в этом не правы. Они воюют с простым украинским народом. Да, есть, конечно, добровольцы, да, есть люди, которые приехали и воюют на стороне Украины, но того, что, допустим, мы видим по экранах телевизоров, конечно, не хватает для победы Украины. Не хватает оружия, не хватает боеприпасов. Россия, ну, в этом смысле превосходит Украину. И только боевой дух людей, их закалка, их свободолюбивие помогает делать просто чудеса на поле боя. И вы знаете, говоря о враге, мы просто понимаем, что есть враг, он напал на Украину, и с ним, естественно, что сегодня воюет весь украинский народ. Но очень мало, будучи я вот сейчас в Украине, очень мало, я вижу, что очень мало говорится о внутренних врагах Украины. А внутренних врагов Украины достаточно. И самый главный внутренний враг Украины, это, конечно, коррупция. Вы знаете, много было всяких там заявлений, много было заявлений по поводу министра обороны, то, что он должен уйти, и скандалы в Министерстве обороны, и задержания, и, ну, всякие действия тут проходили какое-то время обратно. Сейчас это затихло, и понятно, что люди, ну, не понимают. Вот, и все-таки считают, что это, ну, это само собой понятные вещи, что коррупция была, будет, и всегда будет процветать. Вот так люди понимают ситуацию. Но я удивлен тому, что даже война, война не останавливает людей воровать у своего народа, и самое главное, у своей армии. И я думаю, если бы в Украине было бы хотя бы одно образцово-показательное, какой-то образцово-показательный суд, где четко просто коррупционера, ну, посадили бы, дали бы ему какой-то срок там, потому что все-таки это военное время, показали бы действия власти по поводу этой коррупции, жесткое действие. Я думаю, мы мир приблизили бы, мир был бы быстрее, потому что та коррупция, которая съедает огромное количество вот этого, этой энергии, она этот мир отдаляет. Я не знаю, почему руководство Украины так лояльно относится к преступникам. Эти преступники внутренние, они больше делают вреда, чем какой-то там солдатик или офицер российской армии на фронте. Больше. Потому что с врагом ты понимаешь, как ты ведешь себя, ты его просто берешь и уничтожаешь. Но коррупционер, он на сегодняшний день украинский, он защищен законом, он обложился адвокатами, обложился влиянием и как-то вояжно себя чувствует. Вы знаете, я вот смотрю украинское телевидение, я понимаю, дуже гарно размавляю украинской мовы, ну, может быть, я трошечки забыл, но понимаю все, что говорит телевизор. И вы знаете, я не вижу, что эти темы тут обсуждались бы. Обсуждается стратегия, как, что, контрнаступления, разные такие вещи обсуждаются. А вот именно вот это коррупционные вещи, как-то они становятся в стороне. И вот это информационное, то, что дает информационное телевидение, вот эту информацию, оно, оно такое всеобщее, радостное и без малого какого-то...